Герой нашего интервью Георгий Солдатов По данным Росстата, из-за пандемии предпринимательские доходы во втором квартале 2020 года сократились почти в два раза по сравнению с первым и достигли чуть ли не минимума с 2000 года. Для некоторых этот кризис стал вовсе непреодолимым препятствием. Как кризис оказался на вашей компании и меняли ли вы как-то свои бизнес-процессы? В период кризиса нам пришлось использовать наше умение работать гибко и быстро перестраиваться. Мы тут же исходим не из базовой установки предыдущих кризисов, то есть сидеть на товарах, никому не отгружать, собирать всех денег и никому не платить. Мы использовали наоборот, максимально сосредоточить ресурсы на тех местах, где еще есть платежеспособный спрос. В кризис всегда возникает какие-то новые потоки денежные. Одни прекращаются, другие начинаются. Надо их быстро найти и быстро встать в эту цепочку. Вот мы ровно это проделывали в этот кризис. То есть для вас он даже стал неким толчком к развитию? Да. Количество новых продуктов, которые у нас появилось во время этого кризиса, наверное, больше за этот кризис, чем мы ввели за весь прошлый год. Второй квартал у нас вышел эффективнее, чем первый. Произошло ровно следующее. Мы очень быстро забегали в какие-то ниши, в которых еще пока никого не было. Было очень мало. Мы успевали что-то заработать там очень много. На единицу продукта. Это позволило, собственно, финансовый результат увеличиться. За какими решениями к вам чаще всего обращались компании и с каких отраслей? Во-первых, у нас начались определенные истории с крупными грантами, в том числе полипластик, отчасти Сибур, по определенным материалам, продуктам, которые очень нужны, чтобы сделать что-нибудь защитное с точки зрения текущего коронавируса. Мы очень серьезно также работали и с Росхимзащитой, и с Минпромом, в том числе абсолютно безвозмездно в их интересах оказывали экспертную поддержку. Решения, за которыми к нам обращались, это, например, определенные рецептурные решения, срочные решения, определенные, связанные с производством некоторых материалов, например, в том числе нетканных материалов. И в данном случае нам это тоже серьезно помогло. Что, на ваш взгляд, нужно делать компаниям, чтобы сохранить бизнес в кризисной ситуации? В данном случае очень важна подготовка заранее. Например, возможность быстро и качественно запускать операционные стартапы. Это слово agile или гибкость. Очень многие об этом говорят, но очень мало кто реально это руками пощупал. То есть, например, изменение состава проекта по ходу исполнения этого проекта для них это подрыв мозга. В данном случае надо быть очень внимательным и очень активным. Но мы в том числе и запустили несколько IT-проектов за это время, которые действительно выстрелили. По чуть-чуть, но тем не менее. Большое спасибо за интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!